Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! У меня к вам один вопрос. Что было тогда телевидение для вас? Что? Львовь Битвина, пожалуйста. Ну, наверное, самое главное, что телевидение это как бы возможность быть в курсе абсолютно всех городских событий. И не просто в какой-то степени участвовать в них или наблюдать со стороны, а как бы прочувствовать их изнутри. Журналисты всегда знают чуть больше, чем говорят с экрана телевизора. И очень важно при этом не выплеснуть свои эмоции на телезрителя. Золотое правило журналистики, и оно очень актуально сегодня, не навреди. И я думаю, что очень важно, чтобы все мы, журналисты, следовали ему. И все эти 10 лет, поверьте, мы старались сделать именно так. Спасибо. Я всех вас люблю. Субтитры подогнал «Симон»! И все-таки коньком нашего телевидения всегда были, будут и есть информационные программы. В них как в зеркале отражается жизнь наша, нашего города, проблемы, те ситуации, которые возникают. Вы всегда знаете, сколько стоит вода, сколько стоит тепло, будет ли оно. Но я хочу, чтобы вы увидели, вы сейчас на сцене, всех тех людей, которые делают ваши новости на нашем канале. То есть на вашем канале. Итак, Сергей Павленко, выводи свою команду. Сергей Павленко, директор информационный. Таня Напольская. Оксана Осачук, редакторы. Дина Нурареева, информационный редактор. А Казахская редакция уже не выйдет, они новости не делают, да? Ну что ж, они были только сейчас. Итак, вот команда, которая собирает. Вы видели казахскую команду, видели узбекский журналистов. Сейчас вышла. Вот, наконец, Уралбаева почувствовал, что она тоже делает новости. Молодец. А команду, что распустила, уже собирают новости, да? Ну хорошо. Эти люди самые первыми, самые первые сообщают вам. Вы помните, когда у нас в городе не было областного Акима. Кто первый вам сказал, кто будет? Атрам. Мы, правда, получили за это, но мы сказали, чтобы вы знали раньше всех. Любой коллектив не состоится без его руководителя, не состоится без его идейного вдохновителя. Именно таким человеком была и есть Валентина Куприяна. Я не знаю, вы меня человеком года объявили, я попозже, правда, узнал. Но большое спасибо, что я удостоился такой высокой чести. Может, благодаря этому я стал Акимом области. Поэтому, Валентина Куприяна, я не хочу занимать время аудиторией. Хочу поздравить от души с этим маленьким юбилеем. Хочу пожелать вам больших юбилеев. Хочу пожелать вам роста. Чтобы в 20 лет вы уже имели свое большое здание, светлое, свою большую студию. Моя любовь, как огонь. Я сгораю до кла, я не смогу без тебя, я познаю. И я согласен гореть своим теплом, тебя греть. Лишь для тебя, для одной я сгораю. Ты где-то далеко, ты манишь высоту. А я хочу тебе все сильнее, греть за сердцем. Я подарю тебе хрустальные цветы, заставлю ли сердца наше биться вместе. Моя любовь, как огонь. Генеральными спонсорами нашего праздника были банк Тураналем, торговая марка Вимпекс, ТО водные ресурсы маркетинг. Нас поддержали завод Онтостюкус и торговая марка Тассай. А полную версию праздника вы сможете посмотреть на телеканале ОТРАР в воскресенье в 19.00. ОТРАР